здравствуйте друзья добрый вечер четверг сегодня хочу сказать что вот последние несколько месяцев ну вот после как бы выборов президентских когда так неожиданно все это сложилось мы почти каждый день видим на деле как какие-то идеи которые ну казалось бы ну вроде нормальные такие идеи как они то ли оправдываются то ли выясняется что идея абсолютно завиральные и так не работает вот я хотел сказать например про идею такую вот часто идет человек из бизнеса и он построит вот государство как бизнес да вот он он успешный в бизнесе вот он тут сейчас успешно все сделает и вдруг получается что невозможно государством вот как бы уже совершенно очевидно что невозможно государством управлять как бизнесом потому что в бизнесе ты начальник там дал команду все пошло в государстве все-таки там очень много политического и есть суды есть конгресс и вот мы видим как человек из бизнеса который приходит руководить государством и хочет руководить им как бизнесом во-первых он постоянно как бы сказать получается что у него диктаторские замашки пришел считаться ни с кем не хочет но он бизнес ни с кем и не считался как с кем ему считаться было ну с дочкой 5 но это так вот поэтому получается что управлять демократическим государством он не может потому что бизнес это в целом тоталитарная штука в бизнесе нет демократии в бизнес может там быть все может быть очень на из там могут внимательно вас выслушать и все такое но дальше значит есть какая-то как-то вертикальность искать управление бизнесом и там принимаются решение все а то и сокращат кого-то и вообще выкинут вот поэтому бизнес дел такое и вот вот эта история с тем что в конгрессе провалился в палате представителей провалился законопроект по отмене ну замене замене обама кера вот эта реформа здравоохранения провалилась причем провалилась в собственной же партии то есть они имея большинство могли бы проголосовать но не смогли и вот мы видим как президент работая как в бизнесе он действительно в бизнесе так работает и мы видим как применяя подход бизнеса к конгрессменам он потерпел полное фиаско мы видим как принимая всевозможные там президентские указы он налетает на скажем на судебную систему и судебная система хоронят его эти инициативы то есть вроде вот был иммиграционный банк да раз запретили они со вторым его опять пока запретили пока там по судам будет ходить мы не знаем но но мы видим что происходит конфликт не умение работать законодательной властью он не единственный он не первый кто попадает в такой конфликт это и с обамой случалось иногда это из ну практически с любым президентом включая случается иногда но понимаете как вот сходу с первого же раза бах а ты не можешь управлять судом так чтобы ему команда он бы там сидел тихо и сидела у него своя какая-то функционер выполняет и вот да сейчас вот отмена там всяких законов по охране окружающей среды тоже пишут что такое сейчас начнется и там суды и баны и так далее что у него не получится этого сделать просто потому что вот ты можешь написать свой указ это пожалуйста но но дальше есть есть другие ветви власти с которыми ты не договорился искать и которые выполняют свою работу и не получится опять невозможно управлять государством вот так как бизнесом и после того как провалилась принятие реформы здравоохранения на смотреть что происходит прошло несколько дней но вот ровно неделя фактически вот сейчас четверг вечер ровно неделю в четверг вечер они сказали что не получилось даже хотели принять именно в четверг потому что это была седьмая годовщина подписания обамой вот этого обама кера хотели вот именно в этот день знаете как вот там взять берлинг там или там годовщине там чего-нибудь вот они начни получилось взять годовщине но прошла неделя и конгрессмены говорят а чё собственно нам это забрасывать то но все-таки большинство у нас есть понимание того что чего-то делать надо у нас есть если мы не смогли к пятнице договориться ну так а что у нас что если вы через три недели договоримся что и что и что изменится что принципиально вот такого произошло что мы не должны договориться там через несколько недель сами что интересно получается законодатели у них работа такая над законами работать им не нужен президент который их будет ставит ультиматумы оскорбляет пугает говорит вот сейчас не примите значит вас там на выборы будут неприятности или говорит значит так уступок больше не будет или подписываем или вообще сейчас снимаю нафиг этот закон не будем больше этим заниматься понимаете так не работает законодательная система пришел человек из бизнеса эдакий тоталитарный такой бизнесмен и давай командовать конгрессмен да он им не нужен нам только мешал закон который был в кармане закон который ты господи боже мой ну что там было принимать то но ну правда ну конечно какие то есть интересы надо как-то утрясти но но все понятно но если ты если если вам говорят в четверг или никогда крайний срок пятница но значит наверное никогда две недели было на обсуждение готовили проект законопроект значит в секрете обычно когда республиканцы с какой-то инициативой идут на и демократы тоже они внутри партийно все это обсуждают 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 какой-то законопроект те кто хотел там чуть сказали потом его значит публикует потом обсуждают уже так более широком кругу здесь законопроект готовился в тайне потом его бах в один день значит публикуют и говорят через две недели принимают объясняют это тем что боялись что но страховые компании или кто там захочет полоббировать конгрессменов чтобы они не успели этого сделать вот такая выходит законопроект бах приняли значит и лоббисты не успели протащить какие-то левые там интересы объясняют это так но но в итоге но вот не работает так давайте значит получается вышли с чем-то не обсудивший значит и не времени нет ни того нет и те еще подстегивают и подстегивают и и угрожают и я не знаю ультиматумы ставят чуть такой кто так законы вообще принимать в общем идея такая что на самом деле конгрессменам нафиг не нужен никакой трамп для того чтобы принять этот закон разве законодателям нужен президент чтобы закон принять президент нужен чтобы его подписать и ввести в действие те же самые республиканцы вот та же самая партия имеющая имела большинство и и и два года назад тоже и в палате представитель и да и в сенате причем сенате не даже было больше большинства чем сейчас немножко был там пару голосов лишних значит они могли это и так сделать но есть президент который не подпишет это в качестве закона вето накладывает значит для того чтобы вето опровергнуть надо иметь достаточное большинство для для опровержения вето такого большинства у них не было поэтому ну какой смысл был заниматься поэтому сейчас президент он чё ну ему дадут там закон принятый он подпишет для чего он нужен то еще нет у него такой функции принятие закона поэтому поэтому возвращаясь к своей изначальной искать идеи я хочу сказать что мысль простого человека который кажется простому человеку как бы понятной и в общем-то но разумный ну что ж такое человек у него так у него порядок тут порядок здесь порядок он там без базара берет делает выполняет конкретные вещи там это вот пусть вперед государством руководит как бизнесом а он не может если ты хочешь руководить государством у тебя должен быть опыт руководства государством ну или скажем работы в каких-то государственных инстанциях достаточно высокого уровня или хотя бы законодательных но вот были например люди которые пришли в при к президентству из там законодательной системы да вот скажем там джон кеннеди например был сенатором но он правда еще был и там замминистра марса морского флота насколько я помню то есть он немножко работал и на государственной службе тоже то есть они как-то представлял эту сторону и эту губернаторы часто становятся президентами вот скажем рейган был губернатором калифорнии джордж буш был губернатором техаса но недолго там пару лет его папа был из государственной системы он в церу работу то есть министр фактически был до директор церу то есть из разных мест клинтон был три срока был губернатором штата арканзас да там небольшой штат но все-таки он он имел дело и со своими законодателями и со своими судами и так далее так далее то есть ты должен быть в системе не системный чек не может но правда не может вот не получается у него и конечно можно сказать человека может взять не системного но дать ему системных чтобы они ему помогали но тогда получается что они как бы и правят балом а он вот как такой при них там не знаю чир лидер такой там машет флажками все кричат ура 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 а другие люди правят страну поэтому такая получается история во всяком случае я не хочу сказать что мой ход мыслей он какой-то обязательно верный но что на самом деле для меня существенно то что вот происходящие события они заставляют какие-то парадигмы осмыслить переосмыслить этим мы жили там как-то по инерции считая что вот это правильно это неправильно это возможно это невозможно и вдруг выясняется что вот как-то не выходит чтобы из бизнеса человек и государством правил вот то есть как бы не то что кто-то против но но нет что теперь делать до оказалось правда так здорово и люди простые я видел какие-то кадры где там простые дать и совсем от сахи вот как такие ну в наш время такие в колхозе вот он там ну все же там на поле вот он читает там такой вот и он так вот из бизнеса человек хочу пусть придет там порядок а это не то что вот эти вот балаболки да бля 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 а вот понимаете как сложная система к бизнесу никакого отношения не имеет так что ладно друзья вот я просто поделился тем какие мысли в голову приходят когда смотришь на то что вот вокруг делается счастливо